Мы были в панчере, на операции были. Мы пошли утром, чтобы продвижение колонны создать, беззасадную местность создать. Прочесали, как раз мы выдвигались и мы наткнулись на такую позицию, что кто-то хотел установить мину. Но замысел врага удалось пресечь благодаря грамотным и своевременным действиям. Магомед Никерхой в 80-х годах воевал в Афганистане. Он ветеран военной разведки. Вместе с боевыми товарищами ему приходилось бывать в гуще самых опасных событий. Специфика военной разведки такова, что везде они должны быть передовой позицией занимать и проходить туда и доносить разведкой до основных частей и подразделений, которые идут к боевой операции. Разведка пробивает дорогу, прочувствует место, подготавливает передвижение, готовность. Такой системы разведки. Всего в Афганистане военной разведке служили порядка 20 уроженцев Ингушетии. Но это еще не точная цифра. Разведчикам приходилось воевать на самом жестоком и кровопролитном поле боя, развернутом после Великой Отечественной войны. Сегодня по праву их день. В пользу случаем хочу поздравить всех ветеранов, кто прошел военную разведку, не считая, где ход Афганистана, ход Великой Отечественной войны. Хочу их поздравить, пожелать им здоровья, чтобы у них дома было все нормально, самое главное семейного благополучия. А тем, кто сейчас на посту, кто служит военной разведке, я не понеслышке знаю эту структуру. Конечно, я сам в Афганистане, в 1982 год проходил службу военной разведки, так что знаю, что это за структуру, как там тяжело. Поэтому хочу тех, кто сейчас встаю, тоже поздравить с этим праздником. Хочу поздравить с толь знаменательным праздником всех нынешних и прошедших ветеранов разведки. Желаю им здоровья. Поздравления сегодня звучат отовсюду. Это неудивительно, ведь военная разведка – старейший вид деятельности государства. Она во все времена обеспечивала безопасность страны. И по сей день достойно продолжает традиции предшественников, качественно решая поставленные перед ними задачи. Военная разведка, конечно, это очень важная служба. Вообще, для проведения военных действий – это очень важно. Сперва обычно проводят разведку, потом только делают другие действия вооруженных сил. В завершении встречи ветеранов военной разведки, служивших в Афганистане, наградили юбилейными медалями – 100 лет военной разведки. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.